Минишников. Не знаю, мне почему-то нравится Брюмастер для Вертус Про. Ну, можно похолодить, можно взять его на четвертый пик, можно взять его на пятый пик, если он хорошо зайдет. Ты понимаешь, ты любишь Брюмастера против саммонов? Я люблю Брюмастера, в принципе, против Ликантропа, когда можно поднять его в Юл, и вся форма проходит в никуда. А я люблю против Некробука. Ты собираешь Некробук против Брюмастера, ты вызываешь этих саммонов, Брюмастер кастует диспл синей пандой, там, кстати, очень маленький кулдаун, и Некрочи очень быстро разваливаются. Все, решили, Брюмастер заходит. Не стоит говорить про пивко. Легкая контра для Ликантропа. Ну что, вы призадумались? Ну-нибудь герой, который может быстро выключить Даззла. Ассасин. Или контролер. Одна из двух. Неплохо, неплохо. Четверка с Саленсом. Это пак. Это не четверка, но это Саленс. Это Саленс, да, но это не четверка. Опять же, хороший Дрим Койл может неплохо так поднасолить Ликантропом. Ну и самое главное, это то, что он находится за Даззлом. Как минимум, есть управа на Даззлом. То есть, всегда можно под фокус резко ворваться от противника. Можно дать, например, Винтер Кюрс Винтер Верный. И в этот момент паку нужно просто закрыть Даззла на пару секунд. Вич и Гейминг Тандер тут же отвечает Распиритом. Одним из лучших героев против того же пака, который напрягает его от начала до конца за счет Саленса, за счет Станчиков. И Виртуса сходу забирает Энчантрос. Будто у них есть какой-то план по убийству Ликантропа на сложный. Почему нет? На начальных стадиях можно выходить. Да и Даззл опять же уязвим. Мне опять Никс нравится. Можно забрать кого-то крипа. Я опять смотрю на всех тех героев. Я представляю, как Никс просто дает карапейс в арбу пака, дает ему моноберн. Через 4 секунды дает еще один моноберн. И в конечном итоге пак ничего не может. То же самое касается Энчантрос. Энчантрос закидывает Никс Асайс на один импетус. Никс нажимает на карапейс. Энчантрос получает много урона. Ну и потом он делает то же самое, что он обычно делает и против пака на оффлейне. Ну как вариант. Сейчас дилей на стриме пройдет, Витча гейминг услышит это все и заберут. Это просто опция. Просто фанат Никса. Папа меня сегодня проплатили, ведь проплатили защитников и Никс Асайсина. Что, минута? Против Энчи, против Энчи. Ну или вариант кого-то, кто просто быстро добирается и везет. Например, тот же Бэтрайдер может зайти. Ты прыгаешь в толпу, ты берешь кого-то. А как и Магнус? Магнус? Ждноват. И Магнусу трудно маневрировать. Далеко находится Энчантрос, далеко находится пак и не всегда получается дать хороший РП. Ну что, 30 секунд? Мало времени остается. Это Doom. Тоже нормально. Хороший герой против Энчи. Да, и против Пака хороший. Минус Медуза. ВП решили перестраховаться, потому что чей гейминг сегодня и Медуза играли. Очень опасный пик нарисовался. Медуза под Хаулем, Медуза под Аурой Дума, и убивать ее такими героями, как у Virtus.pro крайне сложно. Doom, кстати, тоже хороший. Он частично выполняет почти те же функции, которые выполняет Эникс. Он противника не лишает ману, он просто мешает им кастовать. Мешает кастовать либо Энчантрос, в которой почти все завязано на арбе, либо тому же паку. То есть, если Doom добирается либо до одного, либо до второго персонажа, то у Virtus.pro начинаются проблемы. Ну и пока пик сверху выглядит очень грозно. Минус ланцер и тут же появляется Шторм Спирит. Сверху очень хорошая комбинация, все герои довольно-таки прочные, неплохие линии. Ну, разве что в центре есть легкая уязвимость. И единственный вопрос, каким образом они будут бороться с Энчантрос. У них нет ни одного героя против крипов. ни одного. Так, ну, Virtus.pro нужно что-то, что не боится Дума. Желательно. Что-то, что не боится Саленса, что-то, что просто бьет с руки. То есть, такое статовое на силу, на ловкость. Очень трудно выигрывать игру мягкими корами. То есть, всякие Виви, всякие там, ну, такие герои, которые быстро перемещаются, они не работают вообще. Плюс у Virtus.pro по-прежнему остается опция, при которой они ставят Энчантрос в лес, на ней будет играть Лил. Пака отправляют сложную, только потому, что Паку уже трудно бороться против Эр Спирита и того же Думбрингера. И все еще можно взять какого-то героя либо на легкую, либо в центр. Потому что Тинни может пойти и на легкую, и на центр. Ну, ТДК. Ну, как раз у него с силой все нормально. Он толстый, он прочный, он не сильно боится Думы, если успевает прожать форму и, в общем-то, он соответствует почти всем тем критериям, которые я назвал ранее. ДК хорош. Слушай, ну, вообще они могут и задавить очень быстро Virtus.pro за счет Энчи, ДК, пойти и просто райт-кликом в момент, когда у Шторма еще ничего не будет и Ликантроп не обзаведется айтемами. Там Брэсфайр очень хорошо дэмэдж режет, ты идешь просто и начинаешь сносить. Да, я даже сказал, что пока уж Шторма не появляется Блэкинг Бар, нужно просто идти и продавливать все товара, забирая без шанса на камбэк. Там Шторм, например, получает станд Драгонайт умирает, получает Сайлентспак умирает, получает Расказ Тинь умирает, но если он купит Блэкинг Бар, то будет то же самое, что было в игре против Энви. Шторм врубает Блэкинг Бар, залетает там либо в Виверну, вот, там, либо в кого-то еще и, соответственно, будут проблемы. Да, кстати, смотри, делай так, как я и сказал, пак идет сложную, Лил отправляется на Энчантрас, могут слапнуться, то есть там, что Драгонайт, что Тиньи могут отправиться в центр и ребята просто будут давить, давить ТВРа и доминировать за счет ранней агрессии. Мне кажется, ДК получше в Лайне смотрится. У него ИКСП, наверное, больше будет, он быстрее получит заветную форму и раньше можно будет начать. Ну что, смотрим ваши ставки, Дмитрий. Я бы сказал, что пики равны. Я... Я рад одному и второму пику. Вот так вот и избавился. Здесь нет таких явных ошибок, знаешь, когда у тебя дровка и тинкер в одном пике и все твои коры умирают от одного шторма. То есть таких ошибок здесь нет. Все, в общем-то, логично, все адекватно. Вот если бы, не знаю, Вирту Сабо в Мин взяли какую-то Квинув Пейн вот сейчас против Эрспирита и Думы, я бы, не знаю, ставил бы квартиру на Вич и Гейминг Тандр, но не взяли ДК. Как раз много ХП, много ловкости, он может бороться с Лекантропом в ближнем бою, он может ловить шторма и он, если прожимает форму, очень полезен даже против Думы. Так, игра продолжается, пауза закончена и снова ставится. тут теперь у Рамзес какие-то проблемы. А, он возобновил и поставил паузу, понял. Кто-то отошел по нужде, говорят. Ну что, разбег по лейнам и Янг на думочке, ну понятное дело. Офлейн. Он должен будет мешать Тинче, но не сразу. Все-таки Лил сейчас будет роумить, а думаю, лучше по Экспицам. Каково ему, кстати, будет? Тинни, Виверна, ну не особо прям страшно, сможет постоять, если повезет еще с хорошим крипом, вот Сатира съест. Вообще, замечательно будет. Стычка на баунти. Ничего не будет, думаю. Не Ликантроп, Нью-Йор Спирит не пойдут. Влила, вкатились. Тут же съедает тангус и отбегает. Одну секунду. Да я тебя не тороплю, Димон. Есть смог. Неужто хотят зайти на вражескую баунти? Вообще успевают. Времени еще достаточно. Фейда зацепить. В идеале, конечно, Ликантропа в смаке. Можно выйти. Паша. Соло взлетает, есть замедление. Должны зацепить. Рамзес. Станчик понадобится, а я думаю, что он не понадобится. Сайлор здесь так и так погибает. Да, хорошее ФБ. Достается Рамзес, он еще забирает баунти. Можно и вторую забрать, можно Лилу оставить, но Рамзес решил сразу на мид бежать и баунти рунка лежит. Паша ее заберет. Хороший старт для ДК. Тут же грейжные стики отправляются к нему. Приходит Фейд. Здесь будет дабл мид. Вот мешает. Соло поставил вард. А теперь еще Курьерчика вот бы подстрелить, который возвращается назад. Соло выходят, крипы есть, но это никак не помогает. Погибает Курьер. Отличный старт от Virtus.pro. First Blood забирают Курьера. Все вроде как идеально. Великантроп у нас стоит на оффлейне. На легкую линию отправляется Янг на Думе. Вот так вот решили линии расставить. Дум очень хорош против Enchantress. Он может кушать крипов. Если конечно же у него будет Devour к выходу Enchantress. И соответственно Ликантроп находится на сложной линии и пока набирает свое. Пока Enchantress не пришла на легкую. Сейчас улила выбор. Либо в мид пойти либо на топ? Да, либо в мид либо на топ, потому что Думу будет забрать сложно. То есть Думу можно попробовать убить, но там нужно подтаймить, нужно чтобы у него не было земли. В любом случае у Думы есть много вариантов на выживание. А вот если прийти на легкую, то тому же Ликантроп будет тяжко. Да и тому же Шторму. И соответственно Лил будет решать кого же он будет овнить. Пока Рамзесу здесь не сладко. Фейт к нему прицепился. Центр. Лил берет крипов, Лил ждет когда подходит. Рамзес пошел. Выходит Лил. У Лил есть крипп на Порш. Также имеется и Урсу. Очень много урона наваливает Урса Драгонайт и Лил. И легчайший фраг для Лил. Отличный. Отличнейший выход от Ильи. Да, все круто сделали. Помог здесь Рамзесу. Ну нужно и дальше напрягать. Да, нужно, нужно. Максимальное количество раз убить Штормспирита до шестого уровня. Тут Рунрегена на топе. Повезло, конечно, Рамзесу. Сейчас станет фуловым. ДК не так просто пробить. Снова крип. Теперь со станом. Порш по-прежнему имеется. Соло под Кларити. Весьма она будет. Можно выйти на топ, но у Ана тоже все хорошо. И просто вот так в спину крипов здесь нет. Привет Дазл. Присыпали здесь Ликантропа. Пошел навес. Тут же станчик. Не хватает кейтпоинтов, чтобы уйти за вышку. Стиков никаких у Ликантропа нет. И в итоге уже 3-0 в пользу Virtus.pro на четвертой минуте. Два кентавра теперь у Лилы. Да, ну в общем я уже объяснил, почему Лилы перемещается на центр и почему он перемещается наверх, поскольку на этой линии здесь он уже не особо-то и нужен. Теперь Вичи Гейминг. Вичи Гейминг нет смысла теперь вообще стоять на легкой, только потому, что если Ликантроп подходит крипам, он тут же умирает от двух кентавров, Тинни, Энчантроса и Винтерверны. Ликантропу нужно срочно менять линию, Ликантроп тут же уходит на легкую и думаю желательно отправить наверх, потому что только он плюс-минус может хоть как-то вытанковывать и пытаться выживать. Фейт спалил Лила, сбивает ему Кларити, но это не важно, у Лилы уже полная мана, единственное, что ганг наверное на мид теперь не удастся, потому что Шторм Спирит будет играть намного аккуратнее, но это дает возможность Рамзесу спокойно фармить. Шторм теперь агрессировать не будет. Раз уж сверху уже Ликантропа нет, то теперь Лилу нужно каким-то образом забежать вниз и продолжить гонять волка. То есть забежать в центр, постараться убить Шторма, после этого переместиться в лес и уже с леса ему будет атаковать удобно либо вниз, либо центр. Соло с дабл дэмэджем Фейт. Придется сейчас спасаться. Половину хитпоинтов уже потерял, да, укатывается отсюда подальше. Кентавр подходит в мид. Шторм Спирит четвертый с половиной, в то время как Рамзес уже имеет пятый. С половиной. Угу, и за горами шестой. Да, и Лилу обходит. Лилу видит Шторма, у Лилы все еще имеется Кентавр, также имеется Энчант, имеется Оргу Феном и ну по объему вышку. Тоже неплохо. Это неприятная ситуация для Шторма, когда его отгоняют и он не может ни ластхитить, ни экспиться, все крипы мрут там. Рамзес апается и приходится звать подмогу. Смещает сюда фейт. Он все равно может идти, то есть ничего не меняется. Он по-прежнему может давить и прогонять Шторма. Даже если не убивают, он в любом случае создает огромнейшее давление. Кентавр у него все еще имеется, Винтер верно на позиции, находит Эр Спирит, Эр Спирит получает станчик, также продлевая станчик Рамзес и в конечном итоге Эр Спирит погибает. Печальная ситуация на данный момент для Вичи Гейминг Джереми Сандер. Что у Ликантропа? У Ликантропа 23 на 6. По фарму все неплохо, но мы видим, Тинни все равно обходит его на 8 крипчиков, при том, что Ликантроп еще и погибал. Это тоже немаловажно. Соло. Не получилось запить Янга, Янг уже пятый уровень опнул. Есть сеточка. Возвращается Лил на центр, снова находит Эр Спирита. Кентавр пошел, Кентавр тут же откидывает, прошу прощения, Эр Спирит тут же откидывает Кентавра и по-прежнему Лил мешает получать шторм уровень. То есть, с одной стороны Эр Спирит защищает шторма, но с другой стороны он забирает у шторма уровень. И в результате Драгонайт находится в центре и он уже шестого уровня, а шторм только пятого. Драгонайт сейчас подрубает форму, начинает давить вышку и если Энчантра сделает еще один фраг, то вышка падает. Энча сейчас будет выходить. Она с Сатиром и УДК имеется форма. Они могут спокойно спушить прямо сейчас. Фейдек спится. Ну, его сейчас отзонят. Когда основная масса крипов подойдет к вышке, Эр Спирит отсюда уже отгонит. Да, более того, имеется очень крутой крип. Драгонайт может подрубить форму, крип будет его регенить и Драгонайт легко вытанковывает вышку. Вот он, выходит первый, получает все удары от вышки, крипов в свою очередь. начинает отрабатывать и ну, нужно что-то делать. То есть, один Эр Спирит здесь вообще ничего не сделает. Он просто смотрит, как его вышку забирают на 7 минуте. Он экспу получает. Он просто получает экспиринс. Хотя стоять еще ближе страшно. Падает Т1. Вообще без боя. Восьмая минута. Можно Т2 побить. Можно побить Т2. Имеется Сатир. Имеется Драгонайт. Форма все еще присутствует. Да, апнул третий фейт, но оно того не стоит. Булыжник, по крипчикам, подходит сюда еще и Урса. Слушай, они сейчас Т2 могут забрать. Приходится нажимать Фортификейшн. Интакта прям нагло не получится забрать Т2, но в любом случае урона вынесли они очень много. Томспирт возвращается на Лене. Он наконец-то получает шестой уровень, но в любом случае вышка уже упала и Вертуса своего добились. Да, ДК-то в этот момент уже седьмого. ДК получил огромнейший буст. Да, он стоял в меде, он прекрасно фармил, он забрал вышечку и разница между ним и Штормом колоссальная. 4500 Нетворса против 2700. Баунтируна. Соло ее заберет. Рамзес забирает Хастун. 30 секунд очередной формы. Можно выбрать либо топ, либо ботом. Наверное, будет зависеть от позиционки Лила. К нему удобнее сместиться, чтобы он всех крипов не таскал. А Лил просто подфармливает, пока есть свободное время. No one. Пэта на силу, грейджные стики, тоже соу ринг и дальше обозначил себе даггер. Хороший выбор. Есть в кого ворваться. Того же Даззла выключить с его 700 хитпоинтами. Это будет круто. Кстати, в меде слишком много героев. Там и Шторм бегает, и Драгон Найт подошел, и Эр Спирит. И как-то им тесновато его отойти. Пока Шторм бегает и не знает, чем же ему заняться, фармится Драгон Найт и Тинни и Пак. Конечно, было бы здорово забрать Тинни на легкой линии, но Тинни довольно-таки прочный, у него 1600 жизней, и просто забрать его не получится. То, чтобы забирать, что он просто лезть не особо опасно. Да, там Виндер верно, если что, она подсейвит, и Пакавич и гейминг в безвыходном положении. Они не знают, куда им идти. Лил уже с медалькой. Скорость фарма вырастает, при этом еще и герои, которые тоненькие, типа Даззла, у которых три армора, под медалью рассыпаются мгновенно. Прожимается Смоук, Соло вместе с Лилом, есть Крип с сеткой, есть Урса. Ноу-Ан, нужно быть аккуратнее, все-таки три героя вокруг него, выходит Янг. Землю. Землю не успевает засыпать, и получает много времени выигрывать, телепортируется сразу Рамзес, отличная задувочка, продолжает бить Тинни. Там Дунай, там просто Дунай, Дум сейчас погибает, Фейт кастует отсюда, Типаут, Шторм остается абсолютно без маны, и не уйдет он отсюда под медалькой его тоже уничтожают. Не самый лучший фраг для Вичи Гейминг. Да, немножко не повезло. Хотя бы Т1, медля падает. Слушай, Сейлор в это время что-то делает. Понятное дело, что на топе Т1 скорее всего упадет, то, что у Рамзеса еще работает форма. То есть Виртуза было видно, что готовится к этой атаке, но им просто немножко не хватило урона. Тот же Дун убежал на одной тычке, и Виртуза буквально не хватило одной секунды, чтобы можно было его добить до Грейва. Вот, но все еще есть форма. Все еще есть форма, которая, кстати, вот прямо сейчас заканчивается, но Enchantress на позиции и имеется катапульта. Так. Пинаем вышку. Прогоняем, да зла. Да зла ошибся. Не прогоняем, а убиваем. Да, да зла ошибся. Дун не может перегреть клипов никоим образом. Он просто не может подойти. И еще одна вышечка в архив Виртуз Про. Ответный смог. Вичи Гейминг. Попытаются выйти в спину. Тут глиняный голем есть. У Паши по-прежнему имеется Dream Coil. Зацепили Янга. Ставится Dream Coil. Расстреляют Лип. Под землей очень трудно пробить, но под минус армором хватает. Демжер шторм запрягивает. Можно выключить очень быстро. Лилл минус. Паша тоже в таверну. Форма работает. Ставится хороший ультимейт от Виверны. Фейд еле-еле выживает, но Солыч по-моему залетел на хайграунд. Вижен будет. Соло. Соло. Не дали улететь. Ну, это уже было нагло, да, то есть бежать под вышечку, постараться убить, думал, под земли, да и тем более под Т2, когда уже очень много ресурсов нет, это была наглость. Выходная наглость. Это при том, что они не имели рядом ни Ноуана, ни Рамзеса, то есть это так саппорты ворвались, грубо говоря. Так, приходит Селлер на сложную линию, но здесь уже находятся Энчантрос и Драгон Найт. Вертуса так просто вышки не отдадут. Савар все это дело видел, Савар сейчас знает, где же находится Драгон Найт вместе с Паком и может тут же перемещаться на легкую линию все-таки. Там Т1 по-прежнему стоит. Дазло. Гоним его. Ну, тут, наверное, надо отступить. Лил, рядом Паша. Ладно. Саппорта чувствует поддержку Рамзеса. Рамзес нажимает форму. И вдвоем дают вышку. И самое забавное, что кроме вот их двоих вообще есть никого нет. Они вдвоем дают вышку. сейчас подтягивается и Паша, и Соло сюда. Соло ультимейт через 4 секунды. Фейд. Стан по Лилу. Работают рейндропы. Прожимается магнетайз. Запрыгивайся шторм вперед. Быстрый фокус по Рагон Найт. На нем еще и Дум отступает отсюда Паша. Ну и проблемы, кстати. Сайлоры размотали. Минус 2. Соло под магнетайзом наверное выживет. Ну и на этом все, что ли? Импетусами. Фейда. Энчантрас? Энчантрас бегает. Энчантрас ой, как больно. У него пассивочка работает. Винтерверно закидывает бластами. Тинни подходит и начинает наваливать. Распирит тут же выкатывается. Находит шторма. Шторма тут же сбрили. И остается Эрспирит. Эспирит тоже отсюда никуда не уходит. И вот вам пожалуйста. Там даггер есть еще у Нолан. Он запрыгивает за Янгом. Брабаны. Думаю не догнать. Ну вот Драгон Найт я то есть уже не знаю я уже наверное вижу как Драгон Найт в десятый раз дают Дум. Драгон Найт по прежнему его танковывает по прежнему впитывает и пока он впитывает его команда убивает противника. То есть давать Думу Драгон Найт это не самая лучшая идея. То есть учитывая что здесь есть Энчантрас и пак и в общем-то цели хватает для Дума. Падает Т2. Медлоиня очередная стычка. Соло получает очень много урона. Можно попытаться погрызть Рамзеса но у нее 17 стиков третья пассивка и Армалет. Мне кажется урона не хватит. А вот ответочка. Да. Минус Даззл. Очень простой фраг под минус Армором. У нас еще один. Ребята идут дальше. Ребята охотятся за Штормом. У Шторма есть мана. У Шторма имеется в арту. Он видит где же находится пак и резко в пак стене решили сменить проекторию. Ну ван. Спирит сразу же придумал заходить в свой лес и просто выжидает. Рамзес. Рамзес не позволяет Селлеру пушить. Куда бы не пришел Селлер туда сразу же приходит Рамзес. В Ликантропе сейчас очень мало шансов убить Драгон Найта. Их просто 0. Драгон Найта 25 брони. А, 14 минуте. Ой-ой. Янг. Не получилось. Выжил. Шторм Спирит. Ставится ультимейт. Как же больно Ликантропу. Еще и часть формы уходит на то, чтобы просидеть в колбе. Да. Соло отдает себя, чтобы ноу-ван жил. Кстати, ноу-ван грызут. Ноу-ван. Рядом Лил. Ставится хороший Дрим Койл. Можно расстреливать. Навес пошел. Импетус. Хороший Грейв на Сайлора. Живет. Фейт. Заканчивая действие Дрим Койл. Пока Мисси отлило. Еще буквально пару тычек. Еще один Импетус. Это не Импетус. Это так. Тычка. А вот этого хватит. А в это время на ботами. Рамзес в форме. Уничтожает Т2. Продолжает фармить и давить. Ой. Даже вроде когда смотришь файт более-менее успешный для Вичи гейминг. В это время на карте происходит какая-то деталь, которую этот файт делает не таким важным. Например, вот сейчас это падение Т2 и куча фарма для Рамзеса, который уже обзавелся Shadow Blade'ом, считай. Да, Волк не успевает себе реализовать и Virtusus просто быстрее. Они быстрее перетягиваются. Они быстрее, точнее, не успевают подойти в замес. Они лучше двигаются по карте. За счет этого они успевают принять хорошие драки и при этом забирают в рам. Волк, в свою же очередь, забрал только одну вышку. Просто не поспевает за Рамзеса. Преимущество Virtusus 9000. И им нужно просто драться. То есть сейчас по кулдауну нажимаем на смок. Может быть даже забегаем на Рошана и постоянно форсим драки для Вичи гейминг тендер. Слушай, Рамзес про Должно облейт. Он решил БКБ купить. Тоже вариант. Он может продавить сейчас. То есть он может просто пойти и по кулдауну наваливаться на вышку, пока у него есть шанс. Что он Spirit пока слишком уязвим. То есть вот он собрал Каю, он в будущем, я так понимаю, хочет собрать себе еще и Блодстоун, и защиты против Сайленса у него не будет в ближайшее время. Этим нужно пользоваться. Ставляешь драться, даешь ему Сайленс, он умирает. Там он даешь ему Драгон Тейл, он опять же умирает. Сейчас смог будет. Да, так и есть. Ноуан смещается на топ. Есть бревно в руках. Смог спал, прожимает с формы Ликантропа, ноуан отступает с даггера и что это форма, чтобы забрать вышку. Да, фортификация там нет. Вышку, скорее всего, заберут. А он уже заходит в спину. Идти ДК сюда. Уже заходит в спину. Паша находит. Паша видит саммонов. Р-спирит тут же укатывается назад, тут же убегает Сталар и отличнейшая игра от Вичи Гейминг. Вдвоем забрали вышку, задоджили смокганг и стянули пятерых. Заставить давить сейчас Т3, наверное, не выйдет. Р-тус про разбегутся по карте. Рошан. Рошан. Крипы есть, Энчантрас есть, форма Драгон на это есть. Энчантрас подходит, Рошан ее бьет очень медленно. И Вичи Гейминг, в свою очередь, тянули снизу. Ну там Т1 все еще стоит. Т1 на Рошана неважный размен. Что делать, если драться ты не можешь? Нужно получать какое-то золото. Паша. Прыгнул. Хотели его зацепить, там был бы Дума, его бы забрали, скорее всего. Рошан падает. Кому отдадут? Отдают на Увану. Зацепили Ликантропа. Прилетает сюда Пак, он без формы, не кратчи, первого уровня. Пак очень долго, телепорт. Даггер еще в КД 3 секунды. Саппорт с сопленером его не потянут на двоих. Очень прочно, сюда еще потягивается идти. По-прежнему Виртуза не позволяет Ликантропу забирать ТВРА. и сейчас есть отличный шанс для того, чтобы пойти и прекрасно реализовать Айгис. Шторм. Шторм кауты ищет. Шторм кауты ищет. Прогонять Ликантропа и шанс для Вичи Гейминг. Пока Драгонайт находится снизу, они могут вести любые активности на центре и в наглую пушить вверх. Сейчас Вичи Гейминг очень круто доджу драки. Они пользуются любой возможностью и просто убегают. Так, новая наша с Блинком. Находится Амнов. Сам она уже неплохо. Два волка. Спирит укатывается. Что, давить решили? Форма имеется у Рамзеса. Можно попробовать, конечно, побиться на хайграунде. Заканчиваем. Хорошую позицию выбрать Соло. От его ультимейта здесь многое зависит. Вина заходит. Шторм должен ворваться в Виверну, если не получится засейвить. Есть Дум. Снова в Драгонайта. Пошел Дримкоил. Неплохое по троим. Навес. Попытка очень быстро выключить Даззла из файта. Грейв на себя. Даззл живет. Все еще фокус идет по ДК. ДК убили. Виверну тоже. Импету залетает. Даззл все-таки погибает. Ликантроп. Много дэмэджа по Ноуану. Есть байбэк от Даззла. Ноуан погибнет. Но это только дропа Егиса. Слушай, Лилу тоже могут отсюда не отпустить. Лил. Бежать, спасаться? Но нет. Не отпустят. Не отпустят. Не отпустят. Слушай, хорошая драка для Витч Гейминг. Еще бы не байбэк на Даззле. И было бы вообще замечательно. Хотя я не понимаю, цель его байбэка уже не нужен был. Так, тут... Слушай, забрали Дума. Забрали Дума. Неплохо. Ноуан продолжает драться. У него Сия. Он очень толстый. Так, это минус броня. Лучше уйти. Лучше уйти. Пока есть возможности. Он продолжает мансить. Он с паком все еще хочет ворваться. Там все еще есть вкусный Даззл. Но вместо этого они прыгают на Ликантропу. Ликантропу не убить. Ну, в общем, замес был хороший. То есть они вышли в спину. Они моментально стерли Винтерверну. Винтерверна ничего не успела скастовать. Ни Винтеркюрс, ни Колден Брейс. И за счет этого они очень легко всех убили. Там просто не было подсейва. Так, ну до каната еще больше толстости. Либо какой-то сейв. Не знаю, может быть, кто-то Линку соберет. Ну, просто достаточно кинуть один Колден Брейс. Но, если вот так вот личи гейминг будут обходить, то Винтерверна просто не сможет быть позицией. Ее очень легко найти. Ей там дают либо Doom, либо в нее прыгать Шторм притягивает Вортексом, либо Эрспирит закидывает Сайленс. И для Виртуусов сейчас самая главная позиционочка. Занял хорошую позицию. Винтерверна спряталась. И и ждет успех. Так, ну что-то 2 упадет. Да. И по-прежнему сильнее. Их даже без аегиса могут позволить себе идти и в наглую забирать Т2 вышки. На Т3 заходить все еще рано, потому что там у противника могут быть бэйбэки. И соответственно лучше всего просто пофармить. До следующего аегиса. И сторону Рейгина. Ну, а то без сплитпуша остановился. Где у нас Ликантроп с третьими никрачами? Дальше будет Кираса. Пак играется. Ну, у него есть Юл, Даггер. Его могут найти? Могут. Причем вот сейчас с помощью Янга и Думы его могут просто убить. Да, он получает Дум. Остается только догнать. Пичку надо дать. Надо. А как? Вот Шторм. Да, это минус Пак. Кстати, если бы не Шторм, то Пак скорее всего просто убежал. Ну, Дум хорош. Реализует Шадоублайт. Нашел Паку, убил. Он вообще может почти любого героя найти, если бы им плюс один убить. Там либо с Штормом, либо с тем же Ликантропом. Виртусам нужно чуть-чуть поскромнее перемещаться. У противника слишком высокий ганг потенциал. Это и Дум, и Эр Спирит, и Шторм Спирит. Дум просто находит Шадоублейд и вырубает, а остальные двое врываются с огромного рейнджа. Бегать по одному очень опасно. Но есть очень хорошие варды. Сейчас Вичи Гейминг у Виртусов на ладони. Они видят, как перемещаются ребята. Гейминг вообще об этом могут даже не догадываться. И можно удивить смоком. Шторм собирает руну дабл дэмэджа. У него не так много маны. Но никого не оказалось рядом. Кто мог бы начать атаку? Но его видит. Они знают, где находится Шторм. Уже подходит Пак, рвается Тинни, промахнулся. Но потягивается Драгонайт. Также имеется Пак Саленсом. И Шторм Спирит падает. Ненадолго. Через 15 секунд он снова в строю. Но убить Шторм Спирит, у которого Влад Стоун, это всегда приятно. Ого! Рамзес. Просто запрыгнул на хайграунд. Начинает съедать Т3. Что по фортификейшн. Но он пока в КД. Расставляются ворды. Полтавра уже нет. Янг подошел. Дум в КД. Ворвались. Попытка очень быстро выключить. Будет ли ультимейт от Виверны? Есть ультимейт от Виверны. Как же больно Эр Спириту. Приходится тратить на него Грейв. Рамзес под Блэкинг Баром. Оликонтроп грызет. Слушай, грызет. Причем неплохо. Зацепили Рамзеса. Присыпал Ноуан. Рамзес может погибнуть. Рамзес погибает. Привучает внимание на Лила. Ноуан пытается раздавать. Сайлар снова получает Грейв. Ноуан добить бы хотя бы Янга не получается. Хотя нет, добили Янга. Вру, вру, вру. Без шансов. Штурм Спирит просто разваливает. У Штурм Спирита был весь замес ДД. Он с ДД просто разваливал оппонентов. Было очень трудно его моментально зафокусить. Потому что все дизейбли были отданы в того же Эр Спирита, в того же Дума. И в конечном итоге Штурм Спирит просто уничтожил с дабл дэмэджем. ДД зарешало. Ну, Ликантроп. Он ворвался втихаря. Опять же, очень быстро стер Винтерверну. И Вертуса просто не готова так заходить. То есть они могут забирать только Т2. Если они заходят на Т3, то... Ну, где-то там находится Винтерверна. Сразу же в нее врывается Штурм. Сразу же в нее врывается абсолютно любой герой. И это уже минус один. Она не выживает. Тут очень трудно занять позицию так, чтобы ее не было видно. Глимер. Может, немного спасти. Ну, появится в скором времени. Они, конечно же, большие молодцы. Они побили вышку. В общем-то, если они ее добьют, то все будет очень хорошо. Но... Чувствуется, что если они еще один раз так вот на фиде, то там уже Вичи Гейминг и камбэкнут по голде. Так что лучше всего перед атакой изобрать Рошана. Который, кстати, очень скоро появится. Ну, у Вичи Гейминг же не хватает. Тинни вроде бьет, но... Дэмидж не фантальный. И очень тонкий момент. У Тинни все еще... Точнее, у Дума все еще имеется ультимейт. Дум очень хочет напасть. Виртуса знает, где перемещается Дум. Теперь по одному не бегают. Виртуса готовится к тому, чтобы принимать замес на Рошане. А Вичи Гейминг могут убить Нувана. Но Ван гуляет. Но Ван загулял. И уйти ему будет отсюда трудно. Минус того, он не уходит. Он точно не уходит. Да, и это под Рошана. 70 секунд без Тинни. И опасно врываться вот так даем. То есть Драгонайт один против всех. И одному будет очень трудно всех победить. Пашу, естественно, нашли. Паша тоже никуда не уходит. И Виртуса просто фидит. То есть они же видели, как много героев у Вичи Гейминг было здесь. Они уже находятся без Тинни. И один Драгонайт просто не способен в одиночку развалить всех. Пока он не способен. Там БКБ. Блин, кормит. Да, может купить себе сейчас Шедоу Блейд. Не сильно эта ситуация. Что изменит, если он по-прежнему будет получать Дум? Происходит Дивардинг. Ну и Рошан, понятное дело, да. 30 секунд до Тинни, 40 секунд до Пака. Подали Рошану. Очень простой Рошан для Вичи Гейминга. Да, подали Рошану. Не, конечно, могут еще и попробовать, но это огромнейший риск. Это так и провалится, Шторм никого не отпустит. Засканили. Ну это не стоит, это риск. Там Дум, там имеется Дум, это минус НЧА сразу. Или минус Драгонайт. Ну Дума спалили. Поставился Сентряк. Вот, увидел Соло. А Шан, правда, упал. Так сейчас может ворваться Шторм Спирит в наглую просто. Один секунд до Пака, но Вичи Гейминг играют... Суперосторожно. Осторожно, да. Ну вот, казалось бы, все было хорошо. Преимущество Билу Виртусов, но, опять же, повторюсь, по одному им бегать нельзя. Если герой перемещается по одному, то Шторм с Думом просто убивает всех. К тому же Шторм довольно-таки одетый. Его имеется Кая. А куда пошел Лил? Куда он пошел? Ну, по-моему, умирать. Вот, куда-то он пошел, да. Ну, кстати, неплохо. Волк может убить Дума. Хорош. Ну что, Брюсфайр, Сайлора, Атак, Найт. Хороший байт получился в итоге. Да. На тоненького, на тоненького. Правда, да, там буквально не хватило. Дум мог использовать так-то и ультимейт, и просто уйти. Но Дум пожадничал. Так, тем временем ищут Пака. УДК. Заканчивается форма. На хайграунд сейчас заходить. Хотя пока нет Дума, 25 секунд, может быть, стоит подтини и разломать. Тем более Кираса есть. Можно очень быстро вышку спилить. Есть Фортификейшн. Вот уже можно уйти. Добить. Добить Т3. И вот теперь отходить. Можно забрать Шрайны. Лишний бонус по золоту. Ликантроп прожимает форму. Погоня. Лил. В него ворвались. Светляки есть. Дримкойл поставился. Лил неужто будет жить. Есть Сайланс. Лил убегать. Форстав живет. Как же жестко. Фокусы от самого прочного. Врыв. Минус Дума. Отличный минус. Отличный минус Дума. Разворот. Сайлор без формы. Шторм Спирит получает Сайланс. Танчик будет УДК. Минус Шторм. Но это пока только дропа Егиса. Фейда тоже начинает вмесить. Да, я вижу. Пошел Грейв. По катушке. Но Грейва скорее всего не хватит. Шторма-то понятное дело не получилось убить второй раз. Он просто улетел. Провал. Тут форма. Тут форма у Рамзеса. Байбэк делает Эр Спирит. Заход на хайграунд. Начинают бить бараки. Фортификейшена нет. Защищаться нечем. Рамзес стоит просто и расстреливает. Есть Шторм. Запрыгнул. Нужен какой-то подсейв. Очень больно. ДК под минус армором. Верно сейвит. Зацепили Сайлора. Он все еще уничтожает Соло. Добили Некрача. Вижена теперь не будет. Сайлор убегает. Рамзес. Останчик. Рамзес здесь должен погибать. Хороший ультимейт. Неужто Рамзес уйдет? Он играет армлетом. Виспы работают. И Рамзес отхилился. Жестко. Жестко, но как есть. Минус бараки. Минус бараки. Но Вич и гейминг почти сильно ошиблись. У них был Айгис. Им нужно было просто надежно подраться на 5. Дум ошибся дважды. Здесь Дум погиб. И, мягко говоря, пожалел дать свой ультимейт. Из-за этого не умерла Ненчантерс. А здесь он просто ворвался один в пятерых. На то, что там не будет защиты против инвиза. И, в конце концов, погиб в очередной раз. Не нажав ни на Блэкинг Бар. Ни на Дум. И гейминг сражались в четвером. Легкий подарок от Янга. Паша покупает гейм. Теперь будет еще трудней. Паша с линкой. В него ворваться не так просто. Да, при этом Паша может дать линкен сферу. Там либо ноуану, либо драгоннайту. Кто тоже повысит выживаемость. Теперь просто нужно сделать все то же самое. И в очередной раз можно просто дождаться, когда же появится Рошан. Появится Рошан. Гартуса его очень быстро забирает и заканчивает игру. А до этого момента мы защищаемся от атак Вичи. Ну, ван. Фейд его видит. И двоих. Но с одним волком каши не сваришь. Нужен еще и штурм спирит. Ну, ну, ван тут нормально так... И штурм готовится. Но, видимо, не успеет. Хотя, ну, ван жадничает снова. На том же месте. Рейнджовый крип. Бью неужели. Рискнул давить. Отойдут, я думаю. Там заканчивается инвизор спирит. Если врываться, то прямо сейчас. Шторм. Запрыгнул. Промазал. Булыжник. Неплохой повивер. Не успеет ли прожать Глимер. Прячется Соло. Но добьют, наверное. Ставят ультимейт. Соло живет. Как же больно. Оверт спирит. Он еще и спрятался. Подходит сюда. Думаю, Соло должны добить. Но какой ценой? Заглушили ДК. Но он уже, опять же, в форме. Но ван убегает. Некрачи его грызут на развороте. Не хочется бить Некрачей. Разбили красного. Ну и что? В погоню. Байбэк, это верно. Айо. Айо не улетает. Да, легенькая для Соло. Легчайший байт. Забайтил подвышку. Потратили огромнейшее количество времени. Успел на развороте еще закинуть прекрасный ультимейт. И под конец выкупился. Стаппорт пятой позиции разрулил. Фактически выиграл замес для своей команды. Вот появился Глимер, как я и говорил. И уже не так просто дается убийство Соло. Да, сносит рейнджовый барак. 30 секунд нет Эр Спирита. 35 еще в таверне сидеть. Да зло. Знаю то, что нет Дума. Так что Рамзес вообще ничего не боится. Шторм запрыгнул. Получается Айланс. Присыпали Шторму. Неприятно это минус Шторм. 30 секунд сидеть в таверне. За это время уничтожит ботом точно. И можно сместиться, наверное, на топ. Более 17 тысяч преимуществ для Виртус Про. 35-ая минута. БКБ откатилось у Рамзеса. Как бы Волк прожил форум, но здесь уже печальная ситуация Левича Гейминг. Две стороны снесены. И замесом выигрывать очень трудно. Том Спирит почему-то решил не покупать себе Блэккинг Бар. Он почему-то вместо Блэккинг Бара купил Рейккинг Сферу. И как мы видим, у него очень мало шансов в замесе. Ему дается Айленс пах. Там может быть насыпает Тинни. И его сносит моментально. Дабл дэмэдж для Тинни. В Боттл. Так что если будет секундочка на топе без внимания, он не сделает мега-крипов. Тараска появляется у ДК. Да, и вот теперь уже вообще не знаю, стоит ли врываться в него и тратить на него все ультимейты. Жить ему будет очень долго. Выехали ребята за Сайлером. Гим Коэл. Пошел Сайланс. Ну и все, под дабл дэмэджем. Нужен только Вижн. Нужен Вижн. По Солочу опять атаковать. Тарас не так долго Алексей жил. Ну и что тут? Разбег, наверное. Но он, конечно, с дабл дэмэджем. А уже все. Уже не с дабл дэмэджем. Замедление. Прожимается Блэккинг Бар. Рамзес начинает расстреливать Орд Спирит. Орд Спирит погибает. Ну, Ван все еще живет. Пошли импетусы. У Камо остается совсем мало маны. И он отступает. Дум работает, но незаметно как-то это все. Шторм. А почему он так наглеет? Почему он так наглеет? У него уже абсолютно нет маны. Он заденавился в Латстоуну. Видать, он уже простился с жизнью здесь на топе. И не собирался эскепиться. Хотя, мне кажется, как-то через телепортик там еще. Не знаю. Может быть. Ситуация была патова. Просто на ноге убежать. Уже без варианта. Здесь уже Драгонайт просто заходит на возвышенность. Убить его такими героями очень-очень трудно. То есть тот же Волк при всем желании он уже никак не может против него бороться. У него есть Волки, у него есть Некрачи. Но все это умирает от сплэша Драгонайт. Ну и Драгонайт легко заходит и заканчивает игру. Поджимается форма. Сайлор. За кем он там гоняется? Они за кем гонятся уже все. Мега-крепы и ВП спокойно отступают. Появился очередной Рошан. Третий с рефрешером. Гуд гейм, пишет Сайлор. Решил не дожидаться момента, когда ребята придут на хайграунд во всеоружии. Просто написал Гуд гейм. Наверное, это правильно. Шансов тут особо и не было. Что, Virtus.pro молодцы. Там в середине где-то была небольшая ошибка, когда они потеряли много преимущества. Ваши на хайгер, когда Starman был дабл дэмэдж. И вот только этот дабл дэмэдж, в общем-то, и дал надежду Вич и Гейминг комбэкнуться в игру. Но если посмотреть по игре, то Virtus.pro были сильнее почти во всем. Они лучше отстояли линии, они лучше позиционировали себя в замесе. И в конце концов у них был очень хороший продуманный пик. Естественно, по этому билдау у них тоже все было замечательно. В то время как у Вич и Гейминг некоторые этому билды оставляли много вопросов. То есть, например, Шторм он собрался, артефакты у него есть, но нет блокинг-бара. И каждый замес мы видим одно и то же. Он летает, получает Сайленс, умирает. Летает, получает Сайленс, умирает. Тот же Doom, я не знаю почему, но он половину замесов отдавал свой ультимейт Драгонайта. И вопрос только один, зачем? Вначале это еще помогало. То есть, они убивали ДК, скажем так, львиную часть дэмэджа в файте выключали. И получалось как-то удачно подраться. Да, но потом, когда уже игра затягивалась, у Драгонайта уже 3000 хп, потом 3500, еще 40 брони и так далее. То есть, потом-то уже видно, что ты его не убиваешь. Но он все равно продолжал бегать за ним и как-то вот старался убить его ультимейтом. Что, естественно, не получалось. Рутуса сильней? Ну, почти во всем. Уходим. Продолжай. Вторая игра должна быть за ними. Ну, если они будут играть так же. Да. Небольшая пауза. 10-15.